Хорошо, что он так решил тоже с нами. Я думаю, суд удовлетворит оба наши ходатайства и вернет это дело. И в прокуратуре, прокуратура передаст его, либо прекратит там по срокам, либо в связи с отсутствием состава. Ну, каким-то образом, я считаю, что все равно Мария не будет осуждена и наказана за то, что якобы она сделала, за якобы преступления вот эти экстремистские, и будет свободным человеком. 148 истекает 15 октября срок привлечения у нее, поэтому за сроками, либо по иному основанию, тоже прокурор поднимал этот вопрос в судебном заседании, они там решат, что с этим делать. В этом раскладе, вот вы уверены, на сколько процентов? На каком? Что ее не осудят? Что ее не осудят, да, на 100%? На 100% уверен. Спасибо. Конкретика в том, что следственные органы никогда не заморачивались вопросом о цели совершенного деяния, об умысле, о том, на что мы всегда в разговорах, в прениях, года два, наверное, или три уже говорим о том, что следствие не учитывает обстоятельства. Сейчас это прописали в плену, и пленум фактически является законом для судей, и они им руководствуются при вынесении приговоров и иных судебных решений. И я надеюсь, все эти обстоятельства будут учитываться и не только судом, но и следствием еще. Пусть анализируют умысел, пусть анализируют влияние этого репоста на какие-то последствия. Мы всегда говорим, что это просто какие-то картинки абсолютно не несущие негативного какого-то значения. Так и есть. Никаких народных волнений, никто никого не побил, ни православных не избили, ни православные никого не побили. Какого этим картинкам мы тут узнали? А раз это не имеет таких последствий и такого значения, то общественной опасности-то нет. Фактически это и не преступление, как правильно пленум говорит. И судить за это не нужно. Либо дела прекращать по малозначительности. Как указывается. Я очень рад, что пленум воспринял там все эти идеи, которые адвокаты-правозащитники ранее озвучивали. В течение месяца, может быть, двух, будет принято такое решение в любом случае. И мы уже сможем поставить точку дилематозной.